Реабилитационный центр для детей Мастер-класс призера Олимпийских игр по вольной борьбе в ауле Кызыл-Октябрь Для юных спортсменов это мечта, которая, возможно, станет судьбоносной Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия С 1 января 2023 года стартовал федеральный проект, направленный на стимулирование производства картофеля и овощей открытого и закрытого грунта Цель проекта – оказание государственной поддержки аграриям по указанным направлениям и как результат увеличения валовых сборов картофеля и овощей Субсидии будут предоставляться в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства Карачаева-Черкесии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, применяющим специальный налоговый режим налог на профессиональный доход Информация о начале приема документов на участие в программе будет размещена на официальном сайте Минсельхоза Республики В Черкесске торжественно открыли первое в Карачаево-Черкесии стационарное отделение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». По поручению главы Республики Рашида Тимрезова учреждение открыто при реабилитационном центре. Дети будут проходить комплекс необходимых оздоровительных процедур в комфортных условиях с двухнедельным проживанием. Одновременно в стационаре могут находиться 20 детей и столько же сопровождающих их взрослых. Создается условие, чтобы семьи с детьми с ОВЗ могли получать доступную и качественную социальную помощь. Благодаря опеке соцработников центра ребята с ограниченными возможностями получат полезные навыки, колоссальную поддержку и заботу. В «Росинке» функционирует также домашний микрореабилитационный центр, в рамках которого организовано сопровождение и реабилитация на дому детей-инвалидов. Данной услугой воспользовались уже 288 человек. Также в рамках открытия представители правительства республики обсудили с родителями детей с ОВЗ социально значимые моменты. Было принято решение проработать вопрос упрощения сбора документов для получения направления в данное лечебное учреждение. «В прошлом году, год людей с ограниченными возможностями, мы еще не предполагали, что может быть вот такой вариант, потому что эти все помещения, вы знаете, это был дом престарелых. Но когда было построено здание по программе демографии, которое находится рядом, вот великолепное здание для наших старших жителей, возникла вот эта идея у Рашида Борисовича, нашего главы, что вот освободившееся здание можно отдать под вот эту структуру. Мы с ним тогда обсудили, проговорили, посчитали, и получается, что в год будет получать лечение около тысячи деток. Это очень большая такая значимая вещь для республики, потому что деток раньше возили из удаленных районов республики, некоторые ехали там по два, по три часа, а потом получались здесь процедуры и были вынуждены решать. Причем не здесь, здание предыдущее было на окраине города. С совместными усилиями мы делаем большой шаг вперед и, надеюсь, там через год мы встретимся здесь и будем уже какие-то результаты обсуждать и смотреть на наших детишек, какие в хорошем смысле прогресс проходят у нас со здоровьем. Очень довольны всем. Весь персонал очень верливый, приветливый. Мы рады, что мы второй курс только проходим. Рады, что мы здесь находимся, что проходим этот курс. В частности, вот эта процедура нам помогает также. После первого курса уже какие-то изменения в положительную сторону видны. До 2025 года в Карачаево-Черкесии будут заменены все лифты в многоквартирных жилых домах, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Работы будут проводиться по региональной программе капитальный ремонт многоквартирных домов. В текущем году замена лифтового оборудования в рамках данной программы будет проведена в шести многоквартирных домах, которые расположены в Черкесске и Джигутсе. В республиканской столице лифты будут заменены в некоторых домах улиц Ленина, Красноармейска, Интернациональная, Космонавтов, Калантаевского, в Усть-Джигуте в 47-м доме микрорайона Московский. Завершение данных работ планируется до конца текущего года. Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев посетил Северокавказскую государственную академию, где выступил перед преподавателями и студентами Института цифровых технологий и Института экономики и управления с публичной лекцией на тему «Цифровая экономика, модели и прогнозы», а также пообщался с молодежным активом учебного заведения. На протяжении многих лет мы видим стабильность в республике, крепко спаянную дружбу народов. Одним словом, Карачева-Черкесия – это единая, дружная и гостеприимная республика, которая динамично развивается, отметил профессор Акаев. Сотрудники отдела МВД по Черкесску провели ознакомительную экскурсию для студентов. Мероприятие проходило в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Подробности у Али Баташева. Эффективная и прицельная дальность дальнего пистолета Макарова – это 50 метров. Понятно вам? То есть на расстоянии 50 метров вы можете поражать противника прицельно. Сотрудник правопорядка Рустам Салпагаров рассказал о наиболее распространенных видах оружия и спецсредствах, находящихся на вооружении полиции, и правилах обращения с ними. Студенты убедились, что занятия по огневой подготовке проходят в стрелковом тире, оборудованном по последним техническим требованиям. Этот тир имеет две функции. Это стрелковый тир и одновременно это бункер. Если вы когда-то хотели видеть, то большие простые стены и большие двери железные. Во время какой-нибудь чрезвычайной ситуации здесь можно укрыться. И здесь есть специальная вентиляционная система, которая воздух обрабатывает веществом. Если радиоактивный воздух какой-то, он проводится через сетки, через фильтра, и уже в помещение тира попадает чистый, очищенный воздух. Арсен Качкаров примерил каску и бронежилет, а Амин Татаркулов занял место водителя в салоне специализированной автомашине сотрудника ДПС. Машина не впервые, а так или на второсельской пока, да. Ну, как ощущения? Ну, хочется включить мигалки, поездить. Мигалка была включена, а госавтоинспектор рассказал об особенностях устройства автомобиля. На машине установлены видеорегистраторы, заводские, которые при включении дозвижения начинают работать. То есть они предназначены для доказательной базы. Студенты Института цифровых технологий и юридического института СКГА Черкеска ознакомились с работой криминалистической службы дежурной части. Также посетили контрольно-пропускной пункт учреждения и пообщались с работниками спецприемника. Ребятам показали камеры для задержанных и медицинских кабинет. В ходе открытого диалога студенты больше узнали о специфике работы стражей правопорядка, условиях приема на службу и вступления в добровольные народные дружины. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. 18-е гимназии Черкеска прошло торжественное мероприятие посвящения учащихся в организацию движения первых. Это делается для того, чтобы участники движения действовали как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого, создавая пространство равных возможностей. Кроме того, важно патриотическое воспитание участников российского движения. Являясь новым поколением многонационального и многоконфессионального народа большой страны, необходимо, чтобы они знали и уважали культуру, традиции, обычаи друг друга. И более углубленно вникали в историческую память, чтобы противостоять любым попыткам ее искажения и очернения. Я вас хочу всех поздравить с этим замечательным днем, со вступлением. Это, несомненно, патриотичное движение, которое поможет вам развиваться правильно, становиться сильнее, умнее и мудрее. Я вам пожелаю всего хорошего, хороших оценок и, самое главное, здоровья. Это вот новое движение, которое объединяет в себе все, что было ранее. Это движение детей и молодежи. Конечно, говорить о том, что будущего в этом, ну какое будущее в этом движении, насколько наши дети будут заинтересованы в этом движении, это, конечно, покажет время. По крайней мере, сейчас мы видим, насколько инициативно ребята отреагировали, насколько они проявили желание вступить в это движение. И я, как руководитель, конечно, должна была поддержать этих ребят. Самое главное сейчас для нас – это создать такие условия нашим детям, чтобы они реализовали все свои возможности, все свои способности, чтобы они у себя, может быть, обнаружили какие-то новые таланты для того, чтобы себя показать. Именитый ингушский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Калой Картоев, известный в Турции под именем Селим Яшар, теперь он почетный гражданин и аула Козелоктябрь Зеленчукского района. Борец провел мастер-классы для новых спортсменов этого населенного пункта. На мастер-классе известного спортсмена побывал и Алихан Лепшоков. Обучать спортсмена разнообразным тактическим приемам и наглядно показывать, чтобы дети могли усвоить и применить все это в схватке. Серебряный призер Олимпийских игр, российский и турецкий борец вольного стиля Калой Картоев, известный в Турции как Селим Яшар, провел весьма увлекательный мастер-класс для юных спортсменов аула Козелоктябрь. Ингушский спортсмен рассказал молодым ребятам, как необходимо проводить тот или иной прием, чтобы одержать победу в схватке. Дети с особым интересом наблюдали и старались запомнить все тонкости, особенности каждого приема. Он объясняет нам доступно и особенно приятно, что мы можем своими глазами увидеть мастерство этого известного на весь мир спортсмена. Отмечают юные борцы из аула Козелоктябрь. Этот мастер-класс очень нам поможет всем. Мы будем работать над всеми его приемами, будем смотреть все детали. И этот мастер-класс нам понадобится на соревновании. Он показал очень много хороших приемов. Внимательно за мастер-классом наблюдали и наставники юных спортсменов, а также главный тренер сборной Карачева-Черкесии по вольной борьбе Алибек Акбаев. Он подчеркнул, что наблюдая за такими именитыми спортсменами, как Калой Картоев, молодежь будет стремиться развиваться и достигать высоких результатов. Это очень важно для детей. Приехал к нам гость Калой Картоев, заслуженный мастер-спорта, призывал любительских игр. Вот он приехал, показал свои коронные приемы, поделился своим жизненным опытом, пообщался с детьми. Они получили очень большой опыт. И надо почаще делать вот такие мастер-классы. Благодарность за проведенный мастер-класс от лица жителей Аула Кызыл-Октябрь глава администрации Эмир Эркенов подарил ингушскому спортсмену черного скакуна карачаевской породы, бурку и документ почетного гражданина Аула Кызыл-Октябрь. В свою очередь серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев поблагодарил всех за оказанный теплый прием и подчеркнул, что братские связи между ингушским и карачаевскими народами всегда будут крепки. Я по себе знаю, мастер-класс или когда приезжают именитые спортсмены в зал к детям, это большой стимул для них, для дальнейших тренировок, для достижения своей цели. Поэтому, когда меня приглашают в тот или иной зал, чтобы показать детям, поделиться опытом, я это делаю с удовольствием. Сегодня тоже сделали мастер-класс, показали детям пару приемов, дали пару советов, пофоткались. Я думаю, от этого будет польза, и для детей, и для этого села, для подрастающего поколения. После для желанного гостя жителями Аула был организован Курмалык-угощение, где ингушскому спортсмену вручили и другие ценные подарки. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. На курорте Архиз возобновила занятие спортивная секция по горнолыжным видам спорта, предусматривающая обучение детей от 5 до 13 лет горным лыжам, сноуборду и роликам в зимний период, скалолазанию и альпинизму в летний. Обучают детей высококвалифицированные инструкторы. При этом для детей, проживающих в нашей республике, занятия с профессиональными тренерами доступны на льготных условиях. Двухчасовые тренировки проходят в будние дни, в послеобеденное время. В зависимости от возраста и уровня катания учеников распределяют соответствующие группы. Порядка 400 спортсменов из шести регионов боролись за награды чемпионата и первенства СКФО по легкой атлетике. По итогам соревнований сборная Карачаева-Черкесии завоевала 33 медали различного достоинства. Награды соревнований были разыграны в 16 дисциплинах и 4 возрастных категориях. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью с адвокатом филиала номер один Черкесска Карачаева-Черкесской коллегии адвокатов Расулом Гогоевым. С ним встретилась Мадина Каракетова. Продолжение следует... Продолжение следует...